Образование Павлодара и итоги 2023-2024 учебного года. Тренды и перспективы развития в условиях цифровизации. Такова тема августовской конференции работников организации образования областного центра. Смотрим далее. В системе образования Павлодара 45 школ и 73 детских сада. Как отметили на конференции, бюджет системы образования с каждым годом увеличивается. Во главу угла ставится развитие компетенции самостоятельного обучения, построение траектории развития в рамках непрерывной системы образования. Я уверен, что модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит системе образования быть конкурентной. За последние три года на развитие системы образования города Павлодара направлено более 3 миллиардов тенге. Основной объем средств направляется на проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы. В текущем году общий бюджет составил почти 55,5 миллиардов тенге. В этом году около 2 миллиардов тенге направлено на капитальный ремонт 8 объектов образования. Комплексно проведены ремонты в двух школах – это 15-я и 35-я школа. В трех школах обустроены спортивные площадки. В 22 школах приобретены учебные кабинеты новомодификации. Школы разделены на три уровня – сильные, средние и целевые. Последний, кстати, Павлодаре 26. Сегодня наше представление о будущем ускорилось до настоящего. Будущее определяет реалии нашего времени. Остановлюсь лишь на одном примере – чат-GPT, который появился в ноябре 2022 года, не прошло и двух лет. Но мы с вами являемся свидетелями кардинальных изменений в нашей сфере. Чат-GPT помогает учащимся с домашними заданиями, проектами, позволяя им стать более автономными и самостоятельными. Оценили его преимущества и наши коллеги. Он помогает в разработке поурочных планов, подготовке выступлений, презентации, опыта, разрабатывает курсы по выбору, оптимизирует время. Идет совершенствование инфраструктуры. Доля школ, соответствующих современным требованиям, достигла 35%. В связи со значительным ростом контингента обучающихся за последние три года порядка 2,5 тысяч обучающихся обозначена проблема дефицита. При этом численность первоклассников по сравнению с 2021 годом увеличилась на 17%, учащихся десятых классов на 11%. Решение проблемы в строительстве новых школ. В связи с увеличением численности населения также в сельских зонах, в ближайшей перспективе строительство дошкольных учреждений в трех поселках и селах. На конференции была представлена образовательная платформа ЕКТАПКЗ, на которой размещено 40 учебников и 12 учебно-методических комплексов. Цифра локса 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 на двух языках, на русском и на казахском языке. Данный комплекс представлен тремя позициями – это учебник, методическое руководство и рабочая тетрадь. И напоминаем, что данная позиция только в электронном виде, потому что цифровая грамотность изучается у нас только по электронным учебникам. Также мы представляем свои новинки, которые издали в этом году. Это по предмету глобальной компетенции на русском и на казахском языках. Впервые награду от Министерства посвящения «Благодарственное письмо» получила воспитанница детского сада номер 51 Марина Жалобанова. До более 30 лет я уже в саду работаю. Я уже на пенсии, продолжаю трудиться, не хочу уходить, потому что люблю свою работу и детей. Номинация «Лучшая методическая деятельность» победила школа-гимназия имени Шапы Кашокина. Это итог работы целого педагогического коллектива по организации методической службы школы. Вообще это очень важно в нашей работе в том плане, что именно методическая служба руководит всеми процессами, которые касаются компетенции педагога, развития его профессиональных качеств, профессионального роста. Вообще все начинается с учителя в школе. И от того, насколько будет самодостаточным, компетентным, профессиональным, современным педагог, от этого зависит и качество предоставляемых образовательных услуг. Всего на конференции участвовали победители еще по 8 номинациям. Номинация «Сдек Гульдинген» «Экте Палана» «Гран-при» у школы номер 30. Номинация «Табасты» «Инновация Лакт». «Стратегия» «Лучшей признана школа» имени Ахмеда Байтерсунула». Мурат Ипилмажит, Евгений Оленик и Ратасакпарат.